Для кого не секрет, что Крым наш многонационален? Сколько ты знаешь разновидностей наций и культур на нашем крымском полуострове? Знаешь, для того, чтобы перечислить их все, нашего эфирного времени оставшегося уже не хватит, потому что их действительно очень много, но сейчас мы остановимся подробнее на болгарах. И об этом нам расскажет Елена Стоева, председатель местной национально-культурной автономии «Болгар» города Симферополя. Доброе утро! Итак, давайте традиционный вопрос, с чего ваше утро началось? И, насколько я понимаю, прошу прощения, у нас небольшое путаница произошла. Да, представьтесь, пожалуйста, технические неполадки у нас. Меня зовут Наталья Сырбу, я директор межрегиональной общественной организации «Русское единство». И я сегодня хочу рассказать об акции «Белый цветок», которая будет проходить в этом году в городе Алушта. Подскажите, в который раз она уже будет проходить? В этом году это будет пятый раз. Уже проходили основные города по проведению акции. Уже были у нас Ялта, Феодосия, Симферополь, в прошлом году Евпатория и вот в этом году Алушта. А почему именно Алушта? Вот почему выбор полна? Такой город? Ну, это так получилось, скажем так. Но мы знаем, что в следующем году это будет Керчь, допустим. Мы ждем представителей города Керчь, которым передадим эстафету на набережной Алушты «Белый цветок» символичный. Чуть позже мы поговорим о предстоящей акции. Но для начала, для того, чтобы наши телезрители понимали, вошли в курс событий, давайте подведем итоги прошлого года. Я могу с гордостью сказать, что в прошлом году, еще до начала проведения основной акции, крымскими предпринимателями было перечислено на расчетные счета благотворительного фонда порядка 599 тысяч рублей. И всего за прошлогоднюю акцию было собрано 1 миллион 729 рублей, которые были переданы фонду «Будь милосердны». И далее эти деньги были распределены среди онкобольных детей. Акция называется «Срочный билет». То есть на эти деньги приобретаются билеты детям и их сопровождающим для транспортировки к месту оказания экстренной или неэкстренной медицинской помощи. Потому что в принципе медицинская помощь оказывается как бы по квотам, но само сопровождение, сама транспортировка тоже достаточно дорогое удовольствие. И вот за прошлый год Нона Бахарева, директор фонда «Будь милосердны», она рассказывала, что порядка 85 детям была оказана такая помощь. Я считаю, что это очень хорошо и очень прилично, скажем так. За годы проведения вот такого действительно социально важного мероприятия, замечена ли тенденция, что все-таки больше крымчан, больше наших соотечественников проявляют инициативу и видно их участие в принципе? Ну вот, например, 22 сентября в Джанкой тоже была проведена акция «Белый цветок». Это чисто по их внутреннему как бы желанию. И их деньги были, они собирают деньги для оказания помощи их местному интернату, детскому интернату. Они покупают им какие-то теплые вещи, вот они рассказывали. То есть это была только их инициатива. И, конечно, это очень приятно, что наша инициатива поддерживается инициативами на местах. Вот в Симферополе, я хочу сказать, что будет тоже проведена акция в Екатерининском парке. Пожалуйста, приходите все желающие, все, кто хочет поддержать нашу акцию. Начало в 11 часов, там тоже будут ярмарочные ряды, там будет концертная программа. Все будет очень интересно под эгидой нашей крымской епархии. Давайте напомним нашим телезрителям дату. Да, когда-то. Дата 28 сентября. Мы ждем в Алуште, мы ждем в Симферополе. Это будут основные как бы места проведения нашей акции. 28 сентября в 12 часов начало мероприятий на набережной возле Ротонды. С участием крымского духовенства ожидается приезд Лазаря. И как бы все это будет очень красиво, торжественно. В течение всего дня будут работать ярмарочные ряды, где наши гости, наши местные жители могут приобрести поделки, предоставленные местными жителями. Будут работать мастер-классы, где можно будет опробовать, там изготовить самому пряники какие-то, расписать какие-то игрушки. В течение всего дня будет концертная программа, приедет таврический благовест с выступлением, будет конкурс костюмы конца 19 века. Все участники получат призы. А костюмы это для детей или для взрослых? Для взрослых тоже, да? Да, обычно взрослые с удовольствием принимают участие в наших конкурсах. Надо бы не участвовать. Обязательно, желательно шляпки, чтобы были женщины. Вот мы сейчас ищем шляпки себе. Так, что еще у нас будет? Конкурс костюмов, инсценировка о царской семье. И как бы, я же говорю, все это будет сопровождаться очень интересной концертной программой. Мы приглашаем и ждем всех сопереживающих, всех желающих, всех получить удовольствие и принести какую-то пользу нашему обществу, нашему сегодняшнему дню. В этом году, я забыла сказать, что все средства, собранные в этом году, они будут поделены на две равные доли. И одна часть будет передана фонду «Будем милосердны», а вторая часть будет передана Крымскому детскому хоспису на создание вот этого хосписа. Хочу уточнить одну очень важную деталь. Сначала расскажу о том, что в прошлом году в Евпатории мне довелось побывать, и действительно, это очень масштабное мероприятие. Самое главное, что здесь люди могут не только проявить свое участие, но еще и много полезного и интересного. Это действительно уникально для нашего полуострова, я считаю. И многие люди же наверняка приходят поздно. До скольки пройдет мероприятие? Мероприятие, ну, ориентировочно будет до 18.00. Где-то в 18.00 мы уже будем подводить итоги и озвучивать те суммы, которые удалось нам собрать в этот день. Все это будет озвучено со сцены, все это будет как бы прозрачно. Наталья Геннадьевна, спасибо большое. Да, мы всех приглашаем на это мероприятие и благодарим вас за такую теплую беседу. И напоминаем, что сегодня в студии была Наталья Сырбу. Правильно, да? Директор межрегиональной общественной организации «Русское единство».